Если вы когда-либо использовали Blender 2.7 или более раннюю версию, вы бы вспомнили маленькую классную опцию отображения слоев, которая была здесь внизу. В версии 2.8, а теперь и в 2.9, она была заменена новой системой коллекций. Но было что-то действительно приятное в том, чтобы иметь 20 слоев, которые можно было брать, тянуть и перемещать. Что ж, у меня для вас есть новость. В Blender 2.9 теперь есть менеджер коллекций, который имитирует многое из того, что было в 2.7. Чтобы активировать его, перейдите в Edit, Preferences, убедитесь, что вы находитесь в дополнениях, и ищите Collection. И в первом, что выдаст поиск, установите флажок. Вы также увидите, что здесь есть еще несколько параметров, включая горячие клавиши, но я пока просто оставлю их все по умолчанию. Теперь, как вы можете видеть, новый менеджер коллекций появился в правом верхнем углу. Однако, если у вас хидер вверху, то опцией Flip to Bottom вы можете переместить его вниз. Где бы он ни был, вы все равно увидите менеджер коллекций. Теперь в моем случае у меня включены инструменты Epic Unreal, поэтому вы увидите несколько дополнительных коллекций, которые находятся здесь. Это обозначено тем, что они закрашены синим цветом. Вы можете заметить, что у остальных есть крестики. Это потому, что у нас недостаточно коллекций, чтобы представить каждую из них. Собственно, так работает менеджер коллекций. Он имитирует старую систему слоев отображения, но использует коллекции в качестве основы. Так что, при желании, вы можете нажать M и добавить коллекции несколько раз. И теперь вы увидите, что постепенно все эти крестики пропадают. Все 20. Вот и все. И вы можете рассмотреть и проверить здесь, что вы можете сделать с этим объектом. Так, давайте нажмем M. Но будьте осторожны. Кстати, если вы отведете курсор слишком далеко, этот менеджер коллекций исчезнет. Итак, нажмите M с выбранным кубом. Я прокручу в самый верх. И я сразу же могу просто кликнуть по этому маленькому значку кубика. И если вы посмотрите направо, в Outliner, вы увидите, что мой куб перемещается в этих коллекциях. Я также могу отключить здесь коллекции. И попробуйте другие фильтры, такие как возможность выбора или видимости. И у меня даже есть возможность очищать и удалять все пустые коллекции, что действительно удобно. Есть и другие фильтры, с которыми вы можете поиграть. И вы даже можете переключить, на каком слое просмотра вы сейчас находитесь. Окей, теперь со всеми этими классными настройками давайте выйдем отсюда. И я могу начать работать со своей сценой. И скажем так. Чувак, я хотел бы очень быстро добавить это в третью коллекцию. Нажмите клавишу V от слова Violet, если хотите. И с V нажмите 3. V3. И теперь вы видите, что эта маленькая белая точка переместилась в третий квадрат. Это означает, что текущий выбранный объект, который у меня есть, теперь находится в моей третьей коллекции, который в данном случае, давайте посмотрим, 1, 2, 3, RIG. Я могу нажать V2. И увижу, что мой куб переместился во вторую коллекцию. Я могу нажать V, Alt, 2. И теперь мой объект переместился в то место, которое, я полагаю, будет номером 12. Да, 10, 11, 12. Фактически, вы можете нажать V, Alt и любое число на клавиатуре, например, 8, и это окажется в нижнем ряду. Или без Alt вы можете просто нажимать от 1 до 0, и это окажется в верхнем ряду. Если вы никогда не использовали никакую предыдущую версию Blender, например, 2.7 или более раннюю, вы можете спросить себя, а какой в этом смысл? Зачем так заморачиваться? Что ж, я должен вам сказать, что возможность нажать V и переместить ваш объект с помощью одной цифры в любую коллекцию действительно очень удобна. Вот почему я рекомендую присмотреться к менеджеру коллекции. К тому же, идти сюда, перебирать и перемещать объекты может быть довольно утомительно. Я могу просто нажать M, перемещаться по своим объектам и возиться с другими коллекциями, не обращаясь в Outliner. Менеджер коллекции – определенно отличное маленькое дополнение, и я настоятельно рекомендую вам добавить его в свой рабочий процесс. Просто поверьте мне, это упростит вашу жизнь намного больше, чем вы думаете. Переведено и озвучено Bad Polygon Продолжение следует...